Теперь к другим темам. Для поисков утраченного города в округ приехал известный на всю Сибирь археолог Сергей Пархамович. Территорию городища Пустозерск начали готовить к раскопкам. Что мечтает найти ученый на Ненецкой земле, узнавала моя коллега Ирина Цепетова. О предстоящих раскопках городища Пустозерск Сергей Григорьевич говорит с нескрываемым удовольствием. Ведь впереди огромная работа, поиски утраченной истории города, в котором полвека назад кипела жизнь. Я даже не мечтал, что судьба так сложится, что сюда попаду, на это городище. Ну, благодарен судьбе за такой случай. В Ненецкий округ археолог приехал неспроста. Уже 13 лет Сергей Пархимович занимается раскопками легендарного сибирского города Мангазея. Он моложе Пустозерска почти на сотню лет. Ученые убеждены, что, несмотря на удаленность друг от друга, два древних северных города связаны. Если по Мангазее уже написано три тома исследований, то история Пустозерска до сих пор находится под слоем вечной мерзлоты. Информация скудная, признается археолог. Настало время узнать что-то большее. Помогать в этом нелегком, но интересном деле в Ненецкий округ приехали давние спутники ученого. Археологи не по профессии, но по призванию. Вот уже не один год эти энтузиасты с легкостью меняют отпуск на море на полевые условия. Юрий Костылев преподаватель латинского языка из Екатеринбурга. Уже 10 лет он, как зачарованный, едет туда, где Сергей Пархимович начинает очередной поиск древней истории. Никакого практического интереса здесь нет. Исключительно полевое, признается Юрий Костылев. Ну, честно говоря, вот с 98-го года я езжу, получается, с поля. Я все это время хотел оказаться в Ненецком округе Архангельской области. Чему, расскажите? Ну, так, романтика с бантиком, наверное. Потому что в Архангельской области, ну вот, в той, скажем так, западной части я в трех экземплицах бывал. Ну, и хотелось вот как-то вот по-восточнее тоже побывать. Романтика полевой жизни и ни с чем не сравнимое чувство сопричастности к историческому событию привела на раскопки городища и окруженных ребят. В помощь опытным археологам приехал в волонтерский лагерь музея Пустозерск. В его составе студенты и рабочие. Также энтузиасты, любители северной природы, походов и приключений. У меня как хобби. Я люблю всякие вылазки на природу различные. Если есть возможность, вот сейчас отпуск взял специально за свой счет, чтобы сюда съездить, отдохнуть, сменить обстановку. Кроме участия в раскопках, у ребят на ближайшие две недели есть и другие не менее важные задачи. Предстоит привести в порядок территорию Пустозерского музея после половодия. Проложить туристические маршруты на Малый Бор и на реку Гнилку. Помимо физической работы будет и просветительская. Будете знакомы с историей Пустозерской? Да, конечно, обязательно. У нас запланирован лекторий. И все специалисты, которые здесь, научные сотрудники, которые здесь будут работать, будут какие-то лекции читать ребятам. Плюс будут проводить экскурсии по городищу, по Малому Бору, по Гнилке. Времени на все поставленные задачи у волонтерского лагеря до 2 августа. Археологи задержатся на городище до середины месяца. А пока все вместе они ставят лагерь. Соружают необходимые в быту постройки, облагораживают территорию, готовят маркерные колышки для разметки территории раскопок. Приступить к ним планируют уже в ближайшее время. О том, что хотят или планируют найти, говорят почти шепотом, чтобы не сглазить. Я надеюсь, материалы наших раскопок, в том числе, в первую очередь, находки, опять же, фотографии, реконструкции построек, какие там, если будут у нас выявлены, они должны быть представлены народу, тем людям, которые интересуются историей, пустозерскому, быть представлены, в конце концов, в экспозициях. Первые результаты археологи планируют получить через 1-2 недели. Увидеть уникальные находки можно будет и в новостях на телеканале «Север». Ирина Сепетова, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова